В зоне АТО за эти сутки боевики 19 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди наших бойцов нет. Впрочем, последние дни противник реже открывает огонь, говорят военные. В чем же причина, расскажет Руслан Смещук. В последние несколько дней под Мариуполем идут обильные дожди, поэтому полевые дороги труднопроходимы, на некоторые позиции вообще не попасть. В результате интенсивность боевых действий снизилась, но стрелять боевики не перестали. На Приморском направлении уже зафиксировано 8 обстрелов. Боевики с стрелецкой оружием, гранатометом, великокаліберных кулеметом відкривали огонь в районах населених пунктов Павлопіль, Широкино, Водяне, Тамарянка. Біля Новотроїцького помечена работа ворожого снайпера. Ось защитники Красногоровки поведомляють про обстрел из обороненного мінскими домовленостями миномета 82-го калибра. Несмотря на временное сокращение количества обстрелов, военные в постоянном напряжении. Особенно в районе Павлополя. Они подгоняют технику, живую силу и начинают обстреливать, пристреливаются уже, то есть очень четко ложатся прямо в позицию, ведет прощупывание обороны. В случае попытки прорыва противника должны остановить мишки. Так военные ласково называют танки. И хотя бронемашины, согласно минским договоренностям, отведены, без дела танкисты не сидят. Это учение на минимально допустимой дистанции от линии фронта. Народный герой Украины, офицер Иван Берташ, который в 2015 году, прикрывая под Логвиновым отход пехоты, уничтожил два вражеских танка, а потом подорвался на мине и выжил, уверяет, Такие маневры очень важны, особенно в условиях, когда танкисты не участвуют в реальных боевых действиях. Подготовка техники, это все все понимают, но люди, если они ничего не делают, давно не стреляли, они включают свои навыки. Поэтому сейчас мы находимся тут на полигоне, чтобы подвысить свой фаховый уровень. Учения проходят в формате соревнований. Экипажи не только шлифуют навыки, но и для большего эффекта соревнуются между собой. Но, наверное, самый важный элемент – отработка боевой стрельбы из танковых орудий. Отрабатывали танкисты и другие маневры, в том числе с использованием дымовых завес. А еще устроили танковый биатлон. Руслан Смещук, Диана Кулачкова, Дим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Смещук, Диана Кулачкова, Дим Ревун и Евгений Малярчук.